МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среду, 30 августа, на Одесском городском стадионе «Спартак» состоялось первое в текущем сезоне областное футбольное дерби. В рамках девятого тура чемпионата Украины среди команд первой лиги номинальный хозяева поля футбольный клуб «Жемчужина» принимал команду «Балканы» из села Заря Саратского района Одесской области. Матч, как и все остальные поединки отчетного тура, начался с минуты молчания в память о годовщине жертв Иловайской трагедии, после чего прозвучал стартовый сесток главного арбитра встречи Вадима Запрутника из Ужгорода, известившего о начале принципиального противостояния двух друзей-соперников. Начнем с того, что оба наставника в очередной раз столкнулись с серьезными кадровыми проблемами, которые помешали им а выставить оптимальный состав. У «Жемчужины» по причине различного рода повреждений вне игры остались основной голкипер команды Евгений Ширяев, крайний защитник Антон Хромых, а также Василий Курко и Евгений Потороченко, которые еще не успели вернуться из расположения студенческой сборной Украины. У «Балкан» по причине дисквалификации игру пропускал набравший неплохую форму латераль Николай Златов. И снова-таки основной диспетчер команды Константин Пархоменко, также принимавший участие во всемирной летней универсиаде. Поэтому сегодня выбор пал на тех ребят, которые принимали участие в оставшиеся дни в тренировочном процессе. И из этих ребят был выбран оптимальный состав для того, чтобы мы могли добиться результата. Даже если бы мы хотели поставить сегодня четвертого защитника, у нас его не было. В запасе осталось четверо ребят. Это Стас Малыш, он играет в упорной зоне. Георгиев и Кулешенко по определению игроки атакующие. И Урсулинка, который был в запасе, игрока, которого мы не выпустили на замену. Все. Мы как-то здесь последнюю игру так неудачно сыграли. Жемчужина нас переиграла 2-0 во второй лиге. Потом дома мы проиграли 1-0 как-то при хорошей нашей игре. Здесь мы заслуженно проиграли. И как-то здесь на этом стадионе немножечко тяжело нам давалось. Я только переживал о том, чтобы каждый футболист на поле я сказал, чтобы был смелым, чтобы не боялись ошибиться, не боялись работать с мячом, четко атаковать. Ну, много нюансов. Вот это я переживал, чтобы мы не дрогнули. Дебют встречи остался за футболистами из «Зари», которым удалось завладеть игровой инициативой и провести ряд перспективных атак на ворота Дмитрия Стародубца. А уже на 19-й минуте Сергей Платунов заставил на себе свалить в штрафной площадке хозяев юного Дмитрия Деменчука, заработав право на пробитие 11-метрового удара. К мячу подошел штатный пенальтист «Балкан» капитан Зарянской команды Александр Райчев и пробил с точки без малейших шансов для голкипера «Жемчужины». 0-1. Тем не менее, пропущенный гол совсем даже не выбил одесситов из колеи и спустя всего несколько минут опытный нападающий ювелиров Анатолий Диденко красивым ударом в падении через себя после навесной передачи Михаила Шестакова забил гол, который наверняка станет лучшим в отчетном туре, сравняв счет 1-1. До конца первого тайма соперники еще по несколько раз имели возможности огорчить друг друга. У гостей на ударные позиции выходили Сергей Поломарчук и Александр Райчев, а у хозяев запомнился голевый момент с участием Тараса Лазаровича, но мяч после его удара предательски угодил в крестовину. При двух единицах на таблом команды ушли на 15-минутный перерыв. «Вы видели, что мы начали игру с тремя защитниками. На свете среднюю линию и линию атаки мы рассчитывали на то, что мяч будет доставлен на чужую половину поля за счет контроля мяча, за счет фланговых атак, за счет агрессивности атакующих наших форвардов и Тараса Лазаровича, Диденко, Паламария, Акимов и два флангов игрока Шестакова, который по определению нападающий, и Вдовиченко, который может работать на атаку, обладая дистанционной скоростью. Мы надеялись на то, что эти люди навяжут сопернику агрессию на чужом поле и добьемся положительного результата. Но вместе с тем эпизодами у нас достаточно неплохо получалось до момента, пока мы не получили пенальти у своего рота. Не знаю, насколько он справедливый или нет, я не берусь это судить. Я говорю о том, что в том эпизоде недостаточно четко сработала оборона при подстраховке игрока, который опекает соперник. Может быть, это и побудило, вернее, нашего защитника сыграть. Немного рискованно, но судья осмотрел пенальти, так тому быть. Мы попытались выровнять игру, в какой-то степени это нам удалось. Забили очень красивый мяч. Мы пытались и дальше атаковать, но появились огрехи в линии обороны. Еще раз связываю это с тем, что, во-первых, дебютировал в стартовом составе Дима Деменчук. Это молодой парень, есть перспектива, есть над чем работать. Мы, в принципе, за ним давно наблюдаем. Он отработал меры своих сил и возможностей. Конечно, хочу поблагодарить футболистам за то, что они выполнили установку на игру. Были нюансы, но как раз тактические наши заготовки, которые мы готовили на эту игру, просто я не знал, какой состав будет у соперника, потому что новый тренер, другая мотивация, другой стиль игры. Много понятного у каждого в своеведении. Поэтому готовиться было сложно. Я их просматривал, жемчужину. Очень хорошие исполнители, индивидуальные на индивидуальные. И нужно было, конечно, в определенных тактических моментах сработать правильно, особенно игрокам обороны. Ну и при выходах из обороны в атаку, особенно при ответных быстрых атаках, мы должны были сработать быстро, зная, что нет сыгранности в обороне. Все-таки у них два основных защитника выпали. Вторая половина встречи также началась с атак подопечных Андрея Пархоменко, которые на 51-й минуте вновь порадовали своих поклонников взятием ворот. Причем сделали это в меньшинстве, пока вышедший на замену Демьян Пенов решал вопросы с амуницией за пределами футбольного поля. Прессинг на половине поля «Жемчужины» привел к потере мяча одесской командой, вследствие которой Игорь Юречко сумел доставить футбольный снаряд на находившегося на грани офсайда никем не прикрытого Сергея Платунова, который первым касанием его обработал, а вторым точно пробил. 1-2. И снова «Жемчужине» пришлось отыгрываться. Правда, быстро сравнять счет в игре подопечным Леонида Гайдаржи не удалось. Около 20 минут ювелиры пытались найти брешь в оборонительных порядках «Балкан», и в конечном итоге им это сделать удалось. На 72-й минуте на ударной позиции оказался Руслан Паламар, сумев направить мяч в притирку с боковой стойкой оборот. 2-2. Наверное, многие посчитали, что мячейный исход этого матча был бы наиболее справедливым итогом областного дерби. Но у «Балкан», которые еще ни разу не выигрывали у «Жемчужины» на профессиональной арене, на этот счет было несколько иное мнение. «Может, банальный ответ, но мы на ничью не играем никогда. Конечно, никак бы не относятся, потому что, выходя заранее думать о ничье, ты однозначно проиграешь. Поэтому здесь даже однозначно могу ответить, мы все строили на победу». Ключевыми в этом поединке оказались результативные замены, произведенные в составе «Зарянской» команды. На 79-й минуте, появившийся 17 минутами ранее Владислав Кабанюк, а вывел на ударную позицию под острым углом Демьяна Пенова, точно удар которого пришелся аккурат под перекладину. 2-3. А еще через три минуты «Балканы» окончательно сняли все вопросы в этом матче. Александр Райчев после стандартного положения мягко навесил в район 11-метровой отметки, откуда Владислав Кабанюк ударом головой неотразимо пробил поворотом одесситов, установив окончательный счет этого матча. 4-2 победа футболистов «Зарянских» «Балкан». «Понятное дело, что если хромает оборона и не до конца дорабатывает атака, то возникают проблемы и они всплыли на поверхность по ходу матча. И в итоге мы получили два необязательных мяча во втором тайме. Практически из ничего мы получили третий мяч, когда просто он был заброшен за спину центральному защитнику Поспелову. Он не сориентировался, по страховке не было, не было игры вратаря агрессии вратаря на выходах, и мы получили очень легкий мяч. А четвертый мяч это уже было как бы следствие вот этих ошибок, которые мы допускали по ходу второго тайма. В раздевалке я ребятам сейчас все четко объяснил, что очень много работы впереди. Очень много работы. И слава Богу, что мы сегодняшней игрой только заканчиваем одну четвертую чемпионат. У нас достаточно времени. Понятное дело, если руководство нам даст возможность. Достаточно времени для того, чтобы мы и до конца первого круга, и в зимней межсезонье исправили ситуацию. Но о зимней межсезонье еще рано говорить. Мы говорим о ближайших планах. Поэтому нас впереди ждут тяжелый матч. Через два дня выезд Краматорск. Затем 9-го числа играем с командой Ковалевка. Команда, которая претендует на выход в высшую лигу. Дальше ждут не менее серьезные игры и кубковый матч с командой премьер-лиги. Поэтому сентябрь обещают быть очень интересным. У нас есть еще двое суток на дозаявку игроков, в которых мы нуждаемся. Я не могу сказать, что их много. Но может быть нам придется кого-то дозаявить для того, чтобы усилить конкуренцию. И естественно, после первого сентября мы сможем заявлять свободных агентов, у которых контракты либо давно закончились, либо заканчиваются до первого сентября. Кто это будет и будут ли они вообще, покажет время. Мы подошли на самом деле практически без ярко выраженных подпромировок. Только Златов удален был, и Кости не было. И такая, наверное, игра была до гола изначально. Хотя Францисович грозился, что было всего два мяча, я прочитал. Но получилось больше такого шоу. Но необязательные, конечно. И мы голы пропустили, которые только забили и сразу уже говорил, как с Диденко играть, как страховать. Немножко не сработали. Мы тоже будем потом избираться. Потом забили второй. Хороший мяч, очень плотно. Но были у нас достаточно неплохие атаки и контратаки. Могли раньше, в принципе, забить. Соперника мы блокировали практически все подступы к штрафной площадке. Один раз не сблокировали, вот и пропустили второй. Как раз о чем я предупреждал. Мы закрывали зоны в определенной, где мы знали также есть быстрые футболисты, где могут решить индивидуально. Тоже в этом плане ребята справились. Ну и замены сработали, достаточно очень серьезно сработали. Дима забил, Кабанюк отдал и забил. Что еще, в принципе, по эффективности нужно. То, что так же я хотел. Какой был переломный момент, на ваш взгляд, в этом матче? Думаю, что третий гон. Он как раз уже полностью нас расслабил. И мы много моментов создали. Уже были хорошие. Соперник раскрылся. Да, единственное, что да, такой момент был. Я не ожидал, что они сыграют в три защитника, что насытят в средину. Играют два ярко выраженных нападающих. Сразу я увидел, как бы приходилось во время игры перестраиваться. Немножко мы строили два дня. Чуть-чуть другой, другие моменты. Вот. И, ну, сработали нормально. Молодцы, быстро перестроились. Успех в гостевом матче против Одесской «Жемчужины» позволил Зарянским «Балканам» с 14 набранными очками подняться на восьмое место в турнирной таблице. А вот что касается «Жемчужины», то, уступив четвертом домашнем матче к ряду, подопечные, исполняющего обязанности главного тренера Леонида Гайдаржи, опустились уже на пятнадцатую позицию. Свои ближайшие матчи оба наших коллектива проведут уже в ближайшее воскресенье 3 сентября. В этот день «Одесская «Жемчужина» сыграет в Краматорске с местным «Авангардом», а «Балканы» на своем родном стадионе имени Бориса Тропанца примут лидера турнирной таблицы футбольный клуб «Арсенал Киев». В девятом туре чемпионата Украины среди команд второй лиги, который был сыгран 29-30 августа, порадовал гостевой победой одесский футбольный клуб «Риалфарма». В Запорожье команда Николая Лиховидова со счетом 2-0 обыграла местный «Металлург». Оба мяча во второй половине встречи провел Алексей Бондаренко. Свой следующий матч чемпионата страны одесские фармацевты проведут уже в понедельник 4 сентября, приняв на стадионе «Иван» футбольный клуб «Таврия» Симферополь. На этом наш футбольный спецвыпуск еженедельника «Оспорт» подошел к своему завершению. Мы прощаемся с вами и говорим до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!